Итак, допустим, к вам каким-то образом попала в руки паспичная, а может быть не особенно паспичная, курица. Что делать? Она к вам попала уже вот в таком виде, без лапок. Лапки мы уже отделили. Вот они были вот такими. Обратите внимание на цвет лапок. Они желтые. Что это означает? Это означает, что наши куры съели очень много зелени, в которой очень много каротина. Вот когда осень наступает, и листья, и трава становятся желтыми, и красными, это как раз каротин. Хлорофилл, из-за которого она зеленая, распался и открыл нам каротин. Вот, поэтому они у нас желтые, но есть несколько способов получить их и без травы. Например, взять и накормить морковкой. Что хорошо. В морковке много каротина, поэтому курица по кругу ее покрасится желтым. Но честно говоря, вот если вы на птицефабрике, кормить морковкой сложно. Попробуйте натереть такое огромное количество морковки. В обычной птицефабрике 100 тысяч, миллион птиц может быть. Ну вот сидите и трите. Она тяжелая, вот эта тертая морковка липкая, она не очень хорошо движется по трубопроводам. Ее как бы неудобно раздавать. Поэтому на самом деле можно взять и накормить ее любым, любым желтым красителем. Или красным красителем. Ну, шафраном, например. Шафран это пищевой краситель. А можно на самом деле даже грифелем желтым накормить. А если он достаточно растворим, то у вас будут желтенькие лапки. Также рекомендую кормить чем-нибудь. Кукурузу. Сам не помолчено. Я не уверен, что с кукурузой много желтызной выйдет. Но тем не менее. Итак, лапки вот такие. Если они желтые, то это может означать, а, что в них много бета-каротина. А, что ее просто взяли и покрасили изнутри курицу. Или что-нибудь оранжевое. Итак, эти лапки у нас уже отсоединены. Как-нибудь в следующем уроке покажем, как их отсоединяем. Но не сегодня. Да, вот они. Да. Убираем. Итак, вот такая курочка. Голова обычно вот так у нас присоединена. Да, можно отрезать. Да. Но на самом деле проще оторвать. Даже вот такую. Ну, как она обычно здесь уже держится не очень крепко. Да, так что берем, просто отрываем. И это идет у нас с собачками. Да, вот. У нас получилась такая курица. Следующий этап. Вот нам вот здесь вот, между вот этих двух грудок, да. Вот эти две грудки, это как раз свидетельство того, что это современная мясная курица. Потому что наличие таких двух грудей, это один из основных селекционных признаков, по которым их отбирали, да. У нормальной курицы здесь киль, да, который позволяет летать хорошо. А вот этот, вот эта курица у меня две груди, чтобы мяса было больше. Вот здесь вот, во впадине между грудями, в самом интересном месте, вам нужно вот так вот защипнуть. Да, вот так вот защипнуть. И вот так вот сделать. Здесь находится зоб. Он же, он же называется секреторный желудок. Вот. Наша задача сейчас его удалить. Так вот проводим, разрезаем. Нужно разрезать кожу, да, а следующий кури не разрезать. Вот так вот раздвигаем, не боимся. И вот у нас, вот это вот, это и есть секреторный желудок. Вообще он должен быть пустым, да. Но этот экземпляр успел где-то все-таки уже накидаться с утра, да. Вот так его отсоединяем. Он такой достаточно склизенький, да. Вот так его от кожи и от мяса отсоединяем. И поддеваем снизу. Вот здесь у нас пищевод и пищевод, как называется, и трахея. Да, вот нам важно эти две трубочки вот так вот поддеть пальчиком. Пальчиком поддеваем. Вот так вот. И с некоторым усилием вот так убираем. Все. Вот они две трубочки. Трахея, она такая на пылесосную трубку похожа, она гофрированная, да, пищевод вот такой. Да, отложили. Потом это нам пригодится. Теперь с задней частью курицы разбираемся. Здесь дощипываем перья. Самая ненавидимая часть. Дощипывать перья. Коротенькие. Да, есть специальные щипчики, типа пассатижей. Да, но я руками простому, по-деревенски, да, дощипываю. Да. Здесь у нас, ох, вот еще одно пирог. Его тоже убираем. Убираем. Это тоже убираем. Сюда. Вот здесь находится жировая железа, да, благодаря которой птицы смазывают свои перья, чтобы на них вода не оставала, чтобы они гидрофобными оставались. Да, не намокали на дожди. Ее можно вырезать вот так вот. Да, но у нас, я его сейчас перестал вырезать. Почему? Потому что некоторые клиенты просят, чтобы гуска была, да, ну и как бы вот, бог с ней. Гуска у нас остается. Ну, вот так, когда подрезают вот здесь, подрезают и снимают. Снимаю. Да, итак, с задней частью разбираемся. Вот так вот тоже защипываем. Вот это у нас клоака. Да, у птичек у нас нет отдельного, отдельно писи, отдельно попы. Они совмещены, называются клоакой. Так что, если кто-то видел фильм Мастители, да, то вот клоака дьявола, кажется, так это, ну да, вот она берет свое начало вот отсюда, от этого, от этой дырочки в курицу. Вот так вот защипываем и тоже подрезаем. Очень помогает, если у вас острый нож. Вот у меня недостаточно острый нож, да, как бы вообще лучше бы, конечно, поострее было. Да, надрезаем. Вот смотрите, а сейчас самая живодерская часть нашего, ну, одна из самых живодерских, не самая, да, часть нашего представления. Берем вот так вот пальчики засовываем. Вот это вот все, конечно, смываем чертям собачьим. Нам это не надо, когда она успела, собака. Да, наездся. И вот так вот, оп, раздираем. Да, вот это опять смываем, чтобы не попало вовнутрь. Вот они наши, богатый, вот наш богатый внутренний мир курочки. Давайте ее вынимать. Наша задача отсоединить вот это вот все от грудной клетки изнутри. Да, она изнутри такая, как бы, достаточно приятная. Вот так обтрываем. Обратите внимание на вот этот жир внутренний. Если вы когда-то уже потрошили курицу, он может быть белый, а может быть желтый. И желтый означает, что, опять же, либо ее покрасили, далее что-то такого крашеного съесть, либо это тот же самый каротин. Каротин жирорастворим, да, поэтому вот не надо его отрезать, не надо этого бояться. Это одна из самых, самых, самых полезных частей. Да, ебать-то, курицы. Продолжаем. Отсоединяем, вот так вот, вот так вот проходим и изнутри отсоединяем. Вот оно все выпало. Теперь одним движением, поддев это все, вынимаем. Вот, смотрите, помните, вот это наш секреторный желудок, он же зоб набитый. Это пищевод. Да, и где-то там осталась трахея. Вот она осталась трахея. Ее тоже дрываем, кидываем. Так, что у нас здесь в руках показалось? Смотрите, первым делом печень. Да, вот здесь печень, чем краснее она, тем лучше для птицы. Да, если она становится такой бледноватой, это значит, что птица много ела углеводов, и печень стала жирнее. Для птицы это, на качество жизни птицы это не влияет, а вот паштеты с такой печенью получаются лучше, потому что значительная часть паштета, да, это масло и вот жир. Здесь на масле можно сэкономить. Убираем. Теперь, вот это вот, желудок. Да, о чем нам говорит этот желудок? Он нам говорит о том, что птица много сжевала. Сжевала. Почему? Потому что у птиц зубов нет. Да, а пережевывать пищу, ну как бы измельчать ее в общем-то надо. Поэтому что птица делает? Птица сначала набивает все... Птица сначала набивает все вот в зоб, который мы некоторое время назад удалили. Вот он, зоб. Напивается водички, и здесь при 40 градусах все немножко размягчается, начинается с ферментирования. После этого еда поступает вот сюда в желудок. Сюда же в желудок птица заранее набивает камешки, камешки, песок, еще что-то. И вот так вот постоянно это жамкает, вот так вот, пум-пум-пум-пум-пум-пум. Поэтому то, да, вот смотрите, всяк у курицы вообще мясо белое, да, а здесь красное. Почему? Потому что здесь много движения, значит нужно много кислорода. Много кислорода, значит нужно много миоглобина. Да, миоглобин это то, что окрашивает наши мышцы, и не только наши, в красном цвете. Вот поэтому у нас вот такой желудок. Он большой, почему? Потому что нашим птицам на пастбище приходится сталкиваться с большим количеством непережеванного, неподготовленного корма. Да, соответственно, приходится много жамкать, много работать, вот и получается большой, красивый и очень полезный желудок. Кто знает, как вот это чистить, знает, что это вкусно. Я не знаю, как чистить, да, и честно говоря, сам обычно, жена у меня чистит, да, и потом фарш я это дело отправляю. А жена делает это жаркой, жене очень нравится. Так, убираем. Теперь вот эта вот часть, та самая клака дьявола, берем с одной стороны, снизу, и с другой стороны подрезаем, и все это уходит. Хотя, на самом деле, можно было бы сделать из этого колбасу. Ну, у меня таких талантов нет. Следующее, что нужно достать, это, о, остатки печени и, о, сердечко. Вторая мышца, которая у нас красного цвета у птицы. Почему? Потому что постоянно работает, точно так, с рук желудка. Уходит туда. Так, теперь наша задача достать последние кусочки, это правая легкая, вот так, и левая легкая. Вот так, левая у меня постоянно не получается, постоянно рвется. Да, нужно вот так вот пальчиком просто внутри поддевать, проводить по ребам. И они, в принципе, эти легкие отделяются. Все, в принципе, так можно и оставить, но так как мы эстеты, да, поэтому мы делаем вот так. Берем вот здесь вот эту штуку, оттягиваем, делаем небольшой надрез, небольшой. И вот в этот надрез ножки вот так, оп, и вторую. Птичка получается более компактная, не такая разлапистая, более удобна в транспортировке, кухленькая, красивенькая. Да, все как надо. А теперь вот эту я сейчас обмою и отправлю ее в бочку с водой, в булт, дых, охлаждаться. Да, все то же самое без болтовни, да, на как бы на рабочей скорости. Итак, вот она голова. Посмотрели, что у нас с перьями, с перьями опять какие-то болтаются. Их удаляем. Да, в самых тяжелых случаях я просто еще гуску вот так вот беру и отрезаю, что-то он собачий. Да, в принципе, больше перьев не осталось. Защипываем, разрезаем, достаем зоб. Поддеваем пищевод и трахею вот так вот вытаскиваем. Попу защипываем, подрезаем. Раздвигаем, отделяем. Отделяем с обоих сторон. Поддеваем, вынимаем. Да, достаем. Вот, кстати, важная вещь, о которой я не сказал. Вот это вот называется... Называется, господи. А, вот это вот называется желчный пузырь. Ее нужно аккуратно отщипнуть. Если делать это неаккуратно, он порвется. Да, и вы будете руки мыть от такой зеленко-подомной штуки. Вот вторая часть печени немножко в стороне. Да, уже лудок убираем. Ой, сюда убираем. Другое место. Так. Это у нас сердце ушло. Это у нас досталось первое легкое. Второе легкое. Отрезаем. Кулаку по пописю. Выкидываем. Опять видим здесь трохею. Это уже убираем. Все. Проинспектировали, подрезали. Ножки сложили внутрь. Полоснули. У нас всякий случай. Так. Отправили. Мыть. Вот это все смыли к чертям собачьим. Так. Горловку оторвали. Кинули собачкам. Вот здесь у нас опять какие-то... Убрали лишние перышки. Да. Здесь вот сгустки тоже. Убрали. Матерь. Да, выщипали. Так. Перевернули. Перевернули. Защипнули. Подрезали. Вытащили зоб. Поддели. Убрали. Защипнули. Подрезали. Раздвинули. Так. Тут нас опять смыли к чертям собачьим. И ручки тоже сполоснули. Так. Отделили. Подделили. Вот так вот. Вытащили. Вот какая замечательная печень. Да. Печень. Отчипнули желчный пузырь. Выкинули. Желудок. Отрезали. Кинули. Сердечко выкинули. Вот это все отрезали с одной стороны. Снизу. С другой стороны. Выколупали. Пальчиком. Одно легкое. Второе легкое. Посмотрели ничего ли не осталось. Оп. Ножки заправили раз. Заправили два. Вот так. Все. Теперь вы знаете что делать если к вам в руки попала. Настоящая. Курица. Не потрошенная. Вот так вот. Не так что-то и страшно. Хотя в первый раз я вам хотел сказать было тяжело. Давай. Все. Теперь вы вооружены. Ваш. Теперь. Отрезали. Продолжение следует...